Рекурсия Была меньше, чем Исходная задача Меньше в том смысле, что она приближалась К крайнему случаю Если привести пример На той же самой репке Если дед зовет деда Не прикладывая никакого Ньютона Не уменьшается масштаб задачи То дед зовет деда Возникает бесконечная рекурсия В программах это периодически Реально возникает Когда мы не приближаемся К крайнему случаю Поэтому ответственность программиста в том Чтобы рекуррентный случай Постепенно задачу упрощал И двигался к крайнему случаю Тем не менее, мне очень важно В начале, перед тем, как я запишу Программу, которая решает Находит факториал числа Рекуррентно В начале я сформулирую математическое Соотношение, которое это позволит Для этого две вещи Рекуррентное соотношение И второе Это крайний случай Обязательно, крайний случай не забываем Итак, поехали Что я знаю про факториал? Я знаю, что n факториал равно Не, ну понятно Одинажды, дважды, трижды и так далее Умножить на n Но рекуррентная формула состоит в чем? Что я пишу Это равно n минус 1 факториал Умноженное на n Тем самым, тем самым я свожу факториал К меньшему факториалу Факториалу меньшего числа Естественно, что это работает Для чисел положительных Да, но И опять же, крайний случай Я сейчас делаю так, чтобы это работало Для n большего Либо равного единицы Пускай у меня будет для нуля Крайний случай Да, 0 факториал Да, равен единице Если я определю вот так 0 факториал То замечательная Вот эта рекуррентная формула Позволит мне найти факториал Для любого положительного целого числа Алгоритм Евклида Математическое соотношение Что там у нас с наибольшим Общим делителем двух чисел? Ну, там есть зависимость от того Какое число больше какого Да И есть способ Искать по разности Да, а минус b Либо b минус a И есть второй способ Сразу, когда много вычитаний По остатку Это более эффективный способ Так вот, давайте запишем Что у меня с наибольшим Общим делителем a и b Чему он равен? Он равен Либо Наибольшему общему делителю От b Запятая a По модулю b Ну, я математически запишу В каких ситуациях Мы можем так сделать? Да в тех ситуациях Когда мы можем делить на b Когда b не равно нулю Да То есть это во всех тех случаях Когда b не равно нулю А если b равно нулю Ну, тогда и a делится на a И 0 тоже делится на a Таким образом, это будет просто a Здесь есть некоторая тонкость Дело в том, что Вот Это математическое соотношение Я В этом математическом соотношении Я учел уже Алгоритмический опыт Опыт реализации алгоритма Эвклида Дело в том, что Я здесь a и b Меняю местами То есть у меня b является Большим из двух чисел Потому что a мод b А по модулю b А процент b До взятия остатка От а при делении на b Оно точно меньше, чем b На который я делю Беру остаток Понимаете? Поэтому из этих двух чисел Гарантированно вот это число Будет меньшим из двух Понятно? Таким образом, я все время Буду переворачивать И ставить так Чтобы первое было большим из двух А второе меньшим В результате я могу обосновать Что у меня первый член Будет все время понижаться Понижаться и понижаться До тех пор Соответственно и второй До тех пор, пока у меня Не наступит что? Ну как? Не может не получиться Чтобы не поделилось Нацело в конечном счете Да, если b понижается То в какой-то момент Он станет таким маленьким Чтобы ну просто поделиться В самом крайнем случае Если числа взаимно простые b станет равным единичке И то, что осталось там Оно поделится обязательно На это маленькое число На единичку Да, и у меня получится В любом случае ноль В качестве вот этого вот результата Понятно? Ну и тогда я вот Эту единичку верну Короче, посмотрим по ходу дела С возведением в степень Еще интереснее обстоят дела Дело в том, что А в степени n Оно, конечно же Конечно же Равно чему? А умноженное на а в степени n-1 Логично, да? Я могу понизить степень Задача вот эта Это по-прежнему задача Нахождения степени Но порядок Другой Степень другая Да? И я так буду делать Для целых чисел Естественно, что этот алгоритм Будет работать только для целых чисел Для целых n Больших единицы Для n Больших единиц Ну, на самом деле Единица тоже годится еще Для единицы тоже еще годится Для n больше нуля Самое главное, чтобы n не равнялся нулю А если n равняется нулю То это как раз крайний случай И что в этом случае получается? Ну, а в степени ноль Это просто единица по математике Это для n равного нулю Это простое возведение в степень Но его можно сделать и быстрым Для этого я могу заметить следующую ситуацию А что если у меня n четное число? Если n четное число Тогда я могу взять и сказать Ну, это а в степени 2 А в квадрате Да? Возведенное затем в степень n пополам Правильно? То есть вычисление а в степени n Для четного числа Ну, чтобы n пополам осталось четным Так вот Целым В смысле n пополам осталось целым Так вот В этом случае А в степени n равно А в квадрате В степени n пополам Ну, понятно Если я открою скобки То у меня получится что? Ну, 2 умножить на n пополам Понятно, да? А здесь Хотя я уже буду искать степень Для другого числа Но Сама степень уменьшилась Не на единичку Как в этом случае А в n пополам То есть это резкое упрощение задачи Поэтому Если я Дополню Вот этим случаем Для Прошу прощения Для четных Для n четных Ну, естественно Что не равное нулю Потому что крайний случай Я должен проверять в первую очередь Да? А здесь Для n нечетных Я оставляю Вот этот вот случай Ну, и понятно Что даже в самом худшем случае После Нечетного Будет идти всегда Четный случай Да? Вот это понижение Будет давать четный Поэтому хотя бы Как минимум Каждый второй раз Я буду проходить По вот этому Быстрому понижению степени И асимптотика Возведения в степень Ускорится Поэтому Такой алгоритм Рекуррентно Называют Быстрое возведение В степень Вот Ну, и последний пример Давайте Разберем математику До конца Числа Фибоначчи Числа Фибоначчи Определены Рекуррентно Поэтому Считать их Тоже приятно Рекуррентно Давайте опишем Что у нас такое Число Фибоначчи НТ Оно равно Предыдущему числу Фибоначчи Н-1 Плюс Предыдущему числу Фибоначчи Н-2 Это я совсем Математически записал И только Рекуррентный случай Да? Потому что я сейчас Еще не сказал Чему-то вроде Первое Второе число Фибоначчи Вот Но Мне бы хотел записать Даже вообще Функционально Самое главное Ладно Давайте Я запишу следующее Крайний случай У меня какой Число Фибоначчи Нулевое Равно Нулю Число Фибоначчи Первое Равно Единице Вот эти два Случа Мне надо обрабатывать Отдельно Ну или я могу На самом деле Вот эти два Случа Собрать в один И сказать Что число Фибоначчи Равно Просто Н Если Н равно Нулю Да Или Н равно Один Ясно? Ну Давайте Последовательно Реализовывать Эти алгоритмы Итак Поехали Ну вот У меня есть Главная функция Для начала Давайте Факториал У меня Будет Результат Возвращаться Обратно В качестве Результата Функции Факториал Параметр Его Н Очень важно Сформулировать Задачу Так Чтобы Хватало Параметров Для выполнения Задачи Чтобы Информация Вся присутствовала В параметрах И понимать Как она будет Возвращать Результат Итак Начинаем Писать С крайнего Случа Если у меня Н равно Нулю Есть такая Тонкость Вы знаете Частенько бывает Вот это Н равно Нулю И программисты Часто пишут Вот так Н равно Нулю А поскольку Изык Си Считает Присваивание Арифметическим Выражением То он не считает Вот это За ошибку Да У нас здесь Происходит Присваивание Прямо Внутри Проверки Ифа Результат Вычисления Выражения Н равного Нулю Равен Нулю А значит Этот Иф Автоматически Всегда Ложь Да еще И портит Н Так вот Опытные Программисты Они часто Делают Так Они пишут Ноль Равно Равно Н Это Исключительно Для языка Си В других Языках Си Си Плюс Плюс В других Языках Я этой Проблемы Не знаю Вот Но это Помогает Избавиться От того Чтобы вы Случайно Не присвоили Потому что Если вы Забудете Равно То компилятор Станет Резко Вашим Другом Он начнет Говорить Что в Ноль Нельзя Присваивать Понятно Это такой Маленький Хак Итак Если Н Равно Нулю То что Я делаю Я тогда Сразу могу Вернуть Значение И сказать Что факториал Тогда равен Единице А вот Иначе Тут такой Интересный Момент Я Писал Уже Вам В матрешке Я писал Именно так Иначе И тут Писал Содержимое Какое-то Тело Да Вот Но Оказывается Оказывается Я могу Не писать Вот это Иначе Знаете Почему Да потому Что Вот этот Return Если уж If Оказался Истинным То этот Return Выйдет Из функции Он сразу Телепортирует Меня вот сюда И вовне Соответственно Я могу Просто Продолжать Писать Вот здесь Вот И это Будет Выполняться Автоматически Только тогда Когда Иначе Итак Я так и сделаю Return Соответственно Что Факториал От Н Минус Одного Умноженное На Н Все Давайте Запустим Нашу Функцию С Каким Конкретным Значением Факториал От Н Равно Но Давайте Не знаю Что ли Я Конкретно Впишу Все-таки Число Инт Н Равно Ну или Не знаю Давайте Я буду Исчитывать С клавиатуры Все-таки Амперсант Н И для этого Н Я буду Много чего Находить А именно Я буду Запускать Для него Собственно Факториал Так Значит Я здесь Пишу Процент Д Касая Н И у меня Две Подстановки Одна Для Н А другая Для Собственного Факториала От Н Так Отлично Можно Запускать Нашу Частичную Программу И смотреть Как у нас Срабатывает Факториал Допустим Для числа 5 Факториал От 5 Равен 120 Ну я знаю Что это Так Все Поехали Дальше Поехали Дальше Факториал Реализован И работает Следующий У нас Это алгоритм Евклида Который Здесь у меня Над головой Что там У нас Наибольший Общий Делитель От B Процент А Ну во первых По английски Наибольший Общий Делитель Называется Grand Common Divisor Соответственно У меня Будет G C D Называться Моя функция Она принимает Два параметра А и B Вот И Что я буду Делать Я буду Говорить Так Если у меня B Равно Нулю Опять давайте 0 Равен B В этом Случай Что я делаю Я сразу Могу Вернуть А И если Я вернул А В этом Случай Я дальше Ну все Остальное В иначе В принципе Вот такие Короткие Ифы Допускается Писать Вот так То есть Если в Ифе Находится Одно Действие То его Допускается Затягивать На ту же Строчку Хотя Все Зависит От Конкретного Стиля Кодирования Который Принят В той Или Иной Компании Итак Двигаемся Дальше Значит Все что Ниже Это Иначе В этом Случае Мне надо Свести Задачу Поиска Наибольшего Общего Делителя К Поиску Наибольшего Общего Делителя От Кого Б И А По Модулю Б Все Вы наверное Помните Как Длинно Формулировалось Решение Алгоритма Эвклида Или Хотя бы Представляете Себе Как оно Выглядит С циклами А тут Очень Элегантно Да Вот Все Мы свели Одно К другому Так Давайте Запустимся Значит Вот здесь Вот я Выведу Рядышком Гцд От Числа А Ну тут Второе Число Конечно Написать Да Что делать Ну давайте В два Числа Что ли Введем Н И еще М Процент Д Процент Д Амперсанд Н Амперсанд М Ну и факториал Он будет считать У меня От Н А там Где Гцд Мне понадобится Еще и М Так Отлично Это у нас Будет Гцд От Н Запятая М Так Ну и здесь Н Запятая М Запятая Гцд Все Супер Можно Просматривать Что будет В нашей Программе Например Числа 13 И 28 Вот у них Наибольший Общий делитель Единица Потому что Они Взаимно Простые Так Ну что же Двигаемся Дальше Следующее Следующее у нас Рекуррентный Алгоритм Это Быстрое Возведение В степень Итак Он Возвращает Целое Число На самом Деле Быстрое Возведение В степень Может Работать Для Вещественного А То есть Я могу На самом Деле Запускать Это И для Дабл Давайте Я сделаю Для Дабл Для Числа С плавающей Точкой Дверьной Точности Дабл Пауэр На самом Деле Лучше Назвать Его Как-нибудь Фаст Пауэр Чтоб Не пересечься С функцией Из стандартной Библиотеки Хотя По-моему Она там Называется Пау Но все Равно Фаст Пауэр С подчеркиванием Он Получает Число Вещественное Которое Мне требуется Возвести С плавающей точкой И число Целое Н Степень В которую Надо возвести Число А Дальше Крайний случай По Н Соответственно Если у меня Н равно Нулю Ну Ноль равен Н В этом случае Что я делаю Я возвращаю Просто Единицу Если Ну Иначе Мне не надо Писать Прошу прощения Дальше Мне нужно Разделить Два Случая Если у меня Н делится На 2 То есть Четный Случай То я Обрабатываю Ну или давайте Так Вначале Нечетный Если Нечетный Случай То тогда Что я делаю Я беру И говорю Степень Равно А А умножить На степень Собственно А в степени Н Минус 1 Таким образом Получается А умноженное На fast power От А И Н Минус 1 А иначе То есть Для четной Степени Что происходит Я возвращаю Fast power Степень От А В квадрате То есть А умноженное На А А степень Н Пополам Обратите Внимание Что вот Это Н Пополам У меня Должно Быть Целочисленным Делением И поэтому Мне важно Чтобы Н Было Целым То есть Оно Было Целым Делится На 2 С отбрасыванием Остатка Но это Происходит Только Для Четных Н Поэтому Остаток Всегда Не отбрасывается Фактически Таким Образом У меня Возник Алгоритм Быстрого Возведения В степень Тоже Можно Его Опробовать Давайте Будем Возводить Собственно Первое Число Во второе Что у меня Там Н А здесь Fast Power То что Н У меня Не является Числом Дробным Ой Прошу прощения Не видно Ничего Я Даже не заметил Что там Мы уехали Уже Так вот Несмотря на то Что Н Не является Числом Дробным После Первого Вызова Он уже Будет Приведен К соответствующему Типу Дробный Больше Места Занимает Без Потери Точности Обычно Уйдет Так Ну и Что еще Осталось Давайте Запустим И останется Написать Число Фибоначчи Что-то Не то Fast Power Пишется У меня Через Подчеркивание Запускаемся И пожалуйста Можно например 2 Возвести В степень 10 Вот Факториал 2 2 Наибольший Общий Делитель 2 Что-то Не так Что-то Не так Давайте Посмотрим Во-первых Не ГЦД А Fast Power Так Fast Power А А в квадрате В степени Н Пополам А Домножить На Fast Power От А И Н Минус 1 Вроде Все Правильно Так Еще Раз 2 В степени 10 0 Не Может Такого Быть 2 В степени 5 Ну Очевидно Сейчас Где-то Расколбас Он Где-то Что-то Я не так Делаю Числа Правильные Передаю Fast Power От Н Запятая М А Я понял В чем Проблема Проблема Здесь В том Что Я Распечатываю Я Распечатываю Ребята Дабл А надо Было Прошу Прощения Целочисленное Целое Число То есть Я просто Распечатываю Не тот Формат Все Простите Пожалуйста Вот 1024 Дело в том Что у Принтефа Очень важно Правильно Задать Форматы Если это Дабл То должен Быть Формат Процент Лф Лонгфлот Так Ну что же На этом На этом Мы почти Закончили Я забыл Еще Числа Фибоначчи Ну там Ничего сложного На самом деле Я должен вернуть Числа Фибоначчи Я делаю Функцию Фиб Она получает У меня Номер Н Н Это число Фибоначчи И если Это не крайний Случай Точнее давайте Если это крайний Случай То есть Если Н у меня Меньше Либо равно Одному В этом случае Я просто Возвращаю Н А иначе Ну то есть Во всех Лс писать Не надо Я возвращаю Что В принципе Вы знаете Тут все зависит От читабельности Если я хочу Чтобы у меня читалось И мне не напрягает Написать Лс То пусть он Себе и висит А иначе Вернуть Что Число Фибоначчи От Н Минус Одного Плюс Число Фибоначчи От Н Минус Два Ну собственно На этом Можно запускать И смотреть Прошу прощения Еще нельзя Запускать Надо запустить Это Число Фибоначчи Распечатку Фиб От Н И здесь Тоже Подправляем Название Функции Фиб От Н Ну и Давайте Тоже Запустим Два Десять Вот видите Второе число Фибоначчи Один А если Я сделаю Десять Два Десятое число Фибоначчи Равно Пятьдесят 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 Ну если Вы знаете Ряд Чисел Фибоначчи То это Правильный Ответ Ну что же Мы с вами Посмотрели Примеры Рекуррентных Алгоритмов Можем Переходить К следующему Видео Задачи О Ханойских Башнях Можем